Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, как же криптовалюта на сегодняшний день захватывает весь мир. С вами канал Просто Крипто и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. По мере отцифровывания мира криптовалюты приобретают все большую популярность в качестве средства покупки и продажи товаров и услуг. По состоянию на ноябрь 2023 года несколько стран решили принять эту новую форму валюты, легализировав ее в своих границах. В данном видео мы с вами рассмотрим, какие же страны пошли на этот шаг и что это значит для будущего финансовой системы и мира в целом. Первой страной, легализировавшей криптовалюты, стала Япония, которая сделала это еще в 2017 году. Она признала биткоин законным платежным средством и установила правила, позволяющие биржам работать на территории страны. Этот шаг привел к резкому росту использования криптовалют в Японии и многие предприятия стали принимать их в качестве платежного средства. Следуя примеру Японии, другие страны также легализировали криптовалюты. В 2020 году в Германии был принят закон, признающий криптовалюты законным средством платежа и подлежащим налогообложению. Это сделало Германию привлекательным местом для криптовалютных предприятий и инвесторов. В Южной Америке в 2021 году Сальвадор вошел в историю, став первой страной, которая принимает биткоин в качестве законного платежного средства. Этот шаг был направлен на повышение финансовой доступности страны, где многие граждане не имеют доступа к традиционным банковским услугам. Правительство также разработало национальный цифровой кошелек Чиво, чтобы облегчить использование биткоина для повседневных операций. Следующая страна – это Швейцария, которая известна своей прогрессивной финансовой политикой, и она также легализировала криптовалюты. Швейцарское правительство создало нормативную базу, которая позволяет торговать и использовать криптовалюты на территории страны. И это привлекло Швейцарию множество криптовалютных компаний. Также к числу стран, которые легализировали криптовалюты, относятся Сингапур, Мальта и Эстония. Эти страны признали потенциал технологий блокчейн и криптовалюты для развития инноваций и экономического роста. Однако не все страны занимают благоприятную позицию по отношению к криптовалюте. Например, в Китае вообще запрещены первичные предложения монет или же ICO, и жестко пересекается деятельность криптовалютных бирж. Это вынуждает многие криптовалютные компании переезжать в страны более дружелюбные криптовалюты. Помимо вышеупомянутых стран, легализировавших криптовалюты, стоит также обратить внимание на динамические изменения в отношении цифровых активов в различных уголках мира. Важным этапом в развитии криптовалютной инфраструктуры стало внедрение технологий блокчейн и создание своих цифровых валют несколькими центральными банками. Например, Китай представил цифровой юань, который является цифровой версией национальной валюты. Этот проект был внедрен с целью повышения эффективности платежных систем, уменьшения затрат на обслуживание денежной массы и предоставления большей прозрачности финансовых операций. Эксперты считают, что успех проекта цифрового юаня может стать катализатором для других стран, мотивируя их развивать также свои цифровые валюты. В свою очередь, Швеция также активно исследует возможность выпуска электронной кроны – цифровой версии национальной валюты. Такие инициативы подчеркивают растущую роль цифровых валют в мировой экономике и стремление стран к внедрению инновационных технологий в финансовую сферу. С течением времени криптовалюты также начинают проникать в сферу инвестиций и даже пенсионного обеспечения. Некоторые институциональные инвесторы, такие как хэш-фонды и пенсионные фонды, включают цифровые активы в свои портфели с целью диверсификации и увеличения доходности. Этот тренд свидетельствует о постепенном признании криптовалют как нового класса активов, имеющего потенциал для создания ценности в долгосрочной перспективе. Помимо финансовых аспектов, стоит также рассмотреть влияние криптовалют на социальные и экономические структуры. В развивающихся странах, где многие граждане не имеют доступа к традиционным банковским услугам, использование криптовалют может стать мощным инструментом финансовой инклюзии. Однако важно учитывать риски, которые связаны с волатильностью цен на криптовалюты и возможными проблемами в области безопасности и регулирования. В заключение стоит отметить, что легализация криптовалют как средство купли-продажи набирает обороты во всем мире. Страны, которые приняли эту новую форму валюты, позиционируют себя как лидеры цифровой экономики. Ну и по мере того, как все больше стран признают потенциальные преимущества криптовалют, мы можем ожидать их дальнейшего внедрения и интеграции в мировую финансовую систему. Ну а мы будем с вами этому способствовать и продвигать криптовалюты в массы, так как это будущее, которое уже нас настигло. Ну а на этой ноте наше видео подошло к концу, надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Не забывайте ставить лайки, а также писать комментарии, о чем бы вы хотели следующие выпуски, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И чтобы не пропускать следующие выпуски, то подписывайтесь и ставьте колокольчики. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто это просто.